некоторые из вас думают что я типа такой успешный успех но я никогда нигде не говорил что я успешно успех у меня нет часов rolex там на руках да у меня нет там потрясающих красивых татуировок я не ношу трусы кельвин кляйн за 5000 рублей я никогда не назвал себя не позиционировал что я успешный успех у меня были проблемы и некоторые мои проблемы сложности мои были намного жестче по сравнению то что есть у вас у некоторых вас есть ребят которые ко мне обращаются у некоторых проблем намного жестче чем у меня такое тоже есть такое часто явление моей работе но это нормально но когда ты находишься в таких проблемах и они одна за другой это не одна проблема это 2 3 4 5 6 и они все актуальны тебе некогда думать о том что какую-то жизнь хочешь в итоге некогда потому что нужно решать эти вопросы невозможно думать о там каких-то красивых ярких берегах лазурно какие на какой-нибудь лазурный берег какой-нибудь там кубы и тому подобное когда у тебя просто трэш творится буквально смыслово около твоей двери где у тебя 40 подростков бухают и насилуют женщину девушку насилуют около твоей двери а потом приезжает полиция и садят этих парней в тюрьму это все происходит у тебя около твоей квартиры то есть около твоей двери буквально смысла некогда думать о том что боже какой мне будет радужный мир с пони и лошадками потрясающим сексом с блондинками некогда в этом думать или когда ты приходишь в класс в школу в классе ты выживаешь потому что у тебя там человек со справкой может быть кто-то из вас не знает что такое справка это знает что у него откист психологические отклонения и он найди 다니нг больницы или где он там должен больнички лежать он не лежит то есть его не лечит медикаментозно и у него просто есть справка что у него психологические проблемы его отдали в наш класс и он терроризирует наш класс и ты Ты каждый день приходишь в класс и молишься Богу, чтобы он не обратил на тебя внимания, чтобы он обратил на какого-нибудь другого человека, изгоя, которого он будет уничтожать, буквально с моим словом. И ты думаешь о том, как решить этот вопрос. Или когда хочется денег, а ты живешь не очень в благоприятном районе, неблагоприятном доме, и ты понимаешь, что надо что-то делать с этим, потому что личную жизнь хочется настроить, еще и личная жизнь сыпется, а хочется денег, чтобы решить все вопросы и с районом, и с квартирой, и девушку, чтобы квартиру привезти в свою квартиру собственную, а не жить с родителями. Некогда думать о желаемой жизни. Эти проблемы, они одна за другой идут и мощно бьют по мне. И все, что я мог в тот момент, просто думать об этой проблеме и как решить эту проблему. Некогда было думать о вот этих лазурных берегах. Но есть еще один нюанс. У меня был знакомый, который живет в мире вот этих лазурных берегов. Что он будет когда-нибудь через 10 лет супер потрясающим певцом. Все девушки будут его. И он будет там лейбл, он создал свой лейбл, все будут потрясающе кайфово. Восхвалять его будут, он будет самый лучший, у него будет самая красивая квартира. И он уже говорит это на протяжении 5 лет. О красивой своей жизни говорит на протяжении 5 лет. Но фишка в том, что у него на протяжении 5 лет гниют зубы. У него сейчас очень большие проблемы с зубами. И он ничего с этим не делает. Он работает на нелюбимой работе. И работа приносит ему страдания. Он общается с женщиной, которая старше его на 25 лет. Которая уже бабушка. И у него даже нет перспектив с симпатичным девушкой. Потому что симпатичных девушек он боится. Но он живет в этой картинке желаемой жизни очень долгое время. Но ничего для этого не делает. Он живет в этой иллюзии и его полностью все устраивает. Так вот вопрос уже вам, ребят. Что для вас важно? Действовать сейчас? Просто решить те вопросы, которые у вас есть. Или те задачи, которые вы перед собой поставили. Или вы хотите жить в этом иллюзорном мире. И ничего не делать. А просто думать. Якобы стремиться к этому. Но ничего не делать для того, чтобы реализовать ту картинку, которая у вас может быть в голове. Я считаю, что в идеале... Может быть должна быть картинка идеальной жизни. Ту, которую вы хотите. Но нужно решать насущные вопросы здесь и сейчас. Можно создать, например, идеальную картинку, что ты рэпер потрясающий. Или там вокалисты все в восторге от тебя. Но у тебя гнилые зубы, чувак. Так может быть ты где-нибудь в этой картинке тогда пропишешь, что ты вылечил свои зубы. Я не знаю. Может быть вставил себе какой-нибудь протез. Не знаю. Ну надо что-то же делать с зубами. Просто одно дело летать в этих фантазиях и иллюзиях. Другое дело, что ты что-то все-таки делаешь и решаешь насущные вопросы здесь и сейчас. Хотя бы убраться в своей квартире. Можно начать хотя бы с этого. Да, можно сколько угодно говорить, что через 5 лет ты станешь потрясающим классным. Но уберись просто в своей квартире. Потому что там бомжатник, там уже воняет. Жестко воняет. И возвращаемся обратно к гнилым зубам. И зубы вылечи. Начни с мелочей. Просто убери из своей квартиры. Все это имеет значение. Каждое ваше действие, решение какого-то вопроса, какой-то задачи имеет последствия в будущем. Да, какую-то еще более глобальную реализацию. Просто заправлять по утрам кровать. Если вы просто научитесь по утрам, как встали, как только вы ногу поставили, любую, правую, левую, хоть пятку, хоть там руку на пол, вы заправляете свою кровать. Вот даже вот хотя бы с этого начните. И кто-то скажет, ну и что, что кровать, зачем, что это. Ребята, это порядок. Это называется дисциплина. Когда вы научитесь приводить себя к порядку и к дисциплине, вот даже на такой маленькой мелочи, вот вообще мелочушки, дальше каскадом это пойдет больше. Понимаете? Больше. То есть, как домино. Вы кровать заправили, потом что-то сделать еще, 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 еще. И вы начнете расти. Дисциплина must have. Она нужна. Без нее никак. Ну и опять же, нужно начинать, да, с решения насущных проблем. А не летать в этих фантазиях. О, блондинка. Я богатый. А-а-а-а. Ну, надеюсь, я смог вам раскрыть эту тему. Субтитры сделал DimaTorzok